Размеры окружающего нас космоса превышают все мыслимые для человека пределы. Но большая часть этого пространства всегда будет оставаться для нас неизвестной. И даже несмотря на то, что за несколько тысяч лет люди научились изучать строение и состав ближайших галактик, в космосе всё равно существуют области, добраться до которых практически невозможно. Одним из них является межгалактическое пространство. Загадочная область Вселенной, скрытая от нас сотнями тысяч световых лет, полной тьмы. Межгалактическим пространством принято называть ту часть космоса, которая расположена между галактиками. Считается, что в отдельных отрезках этой области практически нет материи, и по своему составу она очень близка к абсолютному вакууму. Размеры межгалактического пространства могут достигать миллионов световых лет во всех направлениях, а основная его часть заполнена ионизированным газом. В основном такой газ представляет из себя горячий водород, а его плотность в 10 тысяч раз меньше, чем в межзвёздной среде, и равняется менее чем один атом на один дециметр кубический. В него также входит некоторое количество более тяжёлых элементов, например, углерод, кислород и кремний. Часть межгалактического газа сосредоточена в облаках, которые сильно отличаются друг от друга по плотности и температуре. При этом химический состав газа в них разнообразен, и в нём могут быть атомы водорода, гелия, углерода, азота, кислорода, серы и различных металлов. И именно этот газ, вероятнее всего, питает звёздные формации во всех галактиках. Но кроме него в межгалактическом пространстве можно встретить объекты намного крупнее. Например, совсем недавно в этой области были обнаружены звёзды. Общее количество межгалактических звёзд в обозримой Вселенной может достигать нескольких триллионов. А в окрестностях одного лишь Млечного Пути на данный момент обнаружено около 650 таких диких светил. Как правило, межгалактическая материя не излучает свет и в большинстве случаев остаётся невидимой для наблюдателей. И именно поэтому её обнаружение было совершено практически случайно. Всё начиналось с квазаров, которые были открыты в 1960-х. Вскоре после этого учёные заметили, что в их спектрах отсутствуют отдельные составляющие. Эти частицы были поглощены чем-то, расположенным между квазарами и телескопами астрономов. И, как выяснилось, именно межгалактический газ выступал в роли этой невидимой материи. В последующие десятилетия удалось обнаружить обширные скопления и струи газа, а также тяжёлые элементы, которые находятся в межгалактическом пространстве. И даже несмотря на то, что на первый взгляд оно может показаться пустым из-за своих огромных размеров, материи там, вероятнее всего, находится намного больше, чем во всех галактиках обозримой Вселенной. Можно предположить, что некоторое количество межгалактического газа осталось после гипотетического Большого взрыва. Однако наличие более тяжёлых элементов указывают на то, что многие из них ранее содержались в звёздной пыли, которую распространяли другие галактики. При этом межгалактический газ играет важную роль в процессе эволюции Вселенной. Под воздействием галактического гравитационного притяжения газ медленно втягивается в галактики со скоростью одной солнечной массы в год, и это примерно соответствует скорости формирования звёзд на диске Млечного Пути. Кроме того, этот процесс обеспечивает обмен веществом между всеми галактиками. И происходит это потому, что звёзды из одной части Вселенной коллапсируют и выбрасывают часть своей материи в межгалактическое пространство. После чего это вещество становится частью межгалактического газа и обеспечивает новые звёздные формации уже в других галактиках. Следовательно, пока межгалактический газ притягиваемой гравитацией не закончится, в галактиках будут образовываться новые звёзды. Значительная часть межгалактического газа является веществом, оставшимся после взрыва сверхновых. И именно поэтому некоторые области межгалактической среды имеют очень высокую температуру, которая может достигать нескольких миллионов градусов по Цельсию. Высокая температура отдельных участков также может быть объяснена электромагнитным излучением межгалактических чёрных дыр, вызванное аккрецией вещества на их поверхность. Или же мощными потоками энергии, испускаемыми ещё более массивными чёрными дырами. Межгалактический газ служит сырьём для формирования новых звёзд, а межгалактическое пространство выступает своего рода резервуаром для его хранения. Механизм рециркуляции этого газа плохо изучен. В первую очередь потому, что он, в отличие от ярких галактик, практически не излучает свет. В попытке исследовать его астрономы использовали суперкомпьютер Фогги, который построил модели движения межгалактического газа, где видно, как он перемещался между галактиками в течение 13 миллиардов лет. Основная часть этого вещества попадает в межгалактическую среду благодаря звёздному ветру, то есть процессу перетекания материи и звёзд в области за пределами их галактик. Это происходит в том случае, если частицы в атмосфере звезды разгоняются до скорости, превышающей вторую космическую скорость для данного светила. Звёздный ветер играет важную роль эволюции звёзд, так как в результате этого процесса происходит уменьшение массы звезды, и от интенсивности данного процесса зависит срок жизни светила. При этом звёздный ветер является способом переноса вещества на огромные расстояния в космосе. И помимо того, он может воздействовать на окружающую материю, передавая ей часть своей кинетической энергии. Наглядный результат этого процесса можно увидеть в форме некоторых галактик или туманностей. Например, форма эмиссионной туманности NGC 7635 «Пузырь» образовалась в результате такого воздействия. А в случае с галактикой М82 «Сигара» можно увидеть, как звёздный ветер большого количества звёзд привёл к образованию хорошо видимых выбросов вещества из галактики. Но кроме остатков взорвавшихся звёзд в этой среде можно обнаружить и межгалактическую пыль. На данный момент считается, что именно она является причиной многих искажений в измерениях расстояний на межгалактических масштабах, например, в случаях с наблюдением сверхновых, квазаров или других галактик. При этом она также может образовывать в отдельные облака. И к 1980 году в пределах нескольких мегапарсек от Млечного Пути было обнаружено 4 таких облака. Однако, если говорить о межгалактических звёздах, то тут возникает несколько трудностей. Некоторую их часть удалось открыть через источники рентгеновского излучения с помощью телескопа Чандра. И многие из них являются двойными системами из простых звёзд в сочетании с компактными тяжёлыми объектами, вроде чёрной дыры. Когда такие небесные тела расположены рядом, вещество обычной звезды начинает перетекать к более массивному соседу. Во время этого процесса падающая материя раскручивается и становится диском. Затем он сжимается и нагревается до очень высоких температур, начиная не просто светиться, а испускать рентгеновское излучение. Большую часть подобных объектов крайне тяжело обнаружить, используя обычные телескопы. Но в действительности плавающие в пустотах звёзды могут быть достаточно распространённым явлением. И, возможно, около половины звёздного света излучают именно те светила, которые расположены за пределами галактик. Насколько большим может быть это число, до конца неизвестно. Сегодня нам трудно представить, что человек когда-то побывает в подобных местах. Объекты, скрывающиеся в таких загадочных частях космоса, могут представлять огромный интерес для науки. И кто знает, возможно, именно в межгалактическое пространство будут направлены все телескопы учёных через несколько сотен лет. Но так или иначе, сегодня эта среда – лишь ещё одна загадка Вселенной. И именно благодаря подобным местам космос не даёт нам приблизиться к полному пониманию всех своих свойств. И в очередной раз заставляет нас искренне интересоваться тем, как он устроен. Субтитры создавал DimaTorzok